До победы остается один шаг. Воспитатели детских садов проходят последнее задание муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства. Он проводится в Щелкове ежегодно, помогая раскрыть новые грани педагогического таланта каждого участника. Кто станет воспитателем года, предстоит определить компетентному жюри. Из 11 участников в финал прошли семеро. Мы уже прошли мастер-класс, представление опыта работы, педагоги делились своими впечатлениями о наработанном опыте, проводили занятия с детьми, ну и сегодня мы завершаем. Профессиональный разговор, название конкурсного задания, которое говорит само за себя и каждому из воспитателей, несомненно, есть что сказать, есть чем поделиться, ведь все они имеют многолетний опыт работы в дошкольных учреждениях. Повысить имидж средствами интернет-пространства. Я думаю, что нужно быть открытым. Проводили проект «Правильное питание в семье». Наши родители были очень заинтересованы тем, что они могли показать как детскому саду, так и другим семьям, как же они ведут здоровый образ жизни дома. Мои коллеги правильно сказали, что у нас уже система выработалась. Так, в течение часа педагоги рассуждали на разные темы, доносили до коллег свое профессиональное видение, делились наблюдениями, отвечая на самые разные вопросы. Каждый, кто решился выйти из зоны комфорта, принять участие в конкурсе, уже победитель. Но все же звание «Воспитатель года» достанется кому-то одному. Кому именно, определит жюри. Совсем скоро предстоит принять еще одно решение, кто станет учителем года. Еще одна номинация конкурса, и здесь тоже немало претендентов на победу. Одним из конкурсных испытаний для учителей стал мастер-класс. Со своими коллегами педагоги делились методическими наработками, такими, которые могут быть применимы практически каждым, вне зависимости от предмета. «Коллеги, вы когда-нибудь замечали, что вы теряете память?» «Да». «Те объемы, которые мы должны знать и помнить, они, конечно, просто аккредиозны». «Вот сегодня я вас приглашаю на мастер-класс по тренировке памяти». «Давайте поможем все вместе». Конкурс «Педагог года» проводится в Щелкове уже более 20 лет. Меняются участники, меняются и усложняются год за годом задания. Но неизменным остается то, что каждый педагог отмечает для себя. Разницу между тем, как он видел свою профессию до конкурса, и тем, как он смотрит на нее после участия в нем. Приобретенный опыт – самое главное. Анна Балиет, Сергей Василевский, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.